Велик Господь Небо и землю словом своим. Небо возвещает славу Его, и небеса являют дело рук Его. Все, что создал Бог, было хорошо. Бог сотворил растения, породу их и всевозможных животных. Потом Он создал первого человека из праха земного и вдунул в него дыхание и дал ему жизнь. Первого человека звали Адам. Потом Бог сотворил Адаму женщину, быть его женой и подругой. Она была названа Евой. Бог создал мужчину и женщину по своему образу, чтобы они могли общаться с Ним и наслаждаться этим общением. Они счастливо жили в Божьем присутствии в чудесном саду, называемом Эдемом. Там не было ни страданий, ни смерти. Бог заповедал Адаму, от всякого дерева в саду ты можешь есть, кроме одного, ибо в день, когда ты вкусишь от него, умрешь. Но однажды дьявол искусил Еву. Она съела плод с дерева и дала мужу, и он тоже ел. Из-за этого постыдного поступка их отношения с Богом были разрушены. Бог свят, и грешники не могут жить в Его присутствии. Поэтому Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Они стали жить в стыде, потому что ослушались Бога. В результате Адам, Ева и все их потомки были обречены на страдания, боль и смерть. Но Бог продолжал любить людей. Он уже приготовил для них путь, по которому они могли вернуться к Нему. В Писании Бог открывает свой план спасения человечества от греха, позора и заслуженного наказания, чтобы люди смогли жить в вечном общении с Ним. Бог открыл часть этого замысла Аврааму. Авраам доверял Богу и чтил Его. Бог обещал благословить Его, а через Него и все народы земли. Он обещал дать Ему множество потомков, как песок на берегу моря и как звезды на небе. Авраам поверил Богу. Благодаря вере Авраама, Бог отметил Его, как своего праведного слугу, а люди назвали Его другом Божьим. Однажды Бог испытал Авраама, чтобы увидеть, будет ли он доверять Ему и повиноваться Его заповедям. Он сказал Аврааму принести в жертву своего сына. Авраам знал, что через его единственного сына Бог обещал дать Ему множество потомков. Однако он доверился Богу и повиновался Ему. Поэтому он приготовился принести своего сына в жертву Богу. Он занес нож. Но Бог сказал, Авраам, не делай вреда мальчику. Я знаю, что ты боишься Меня и послушен Мне. Неподалеку в зарослях Авраам заметил ягненка. Тогда Авраам взял ягненка, посланного Богом, и принес его в жертву вместо своего сына. Когда Бог приготовил ягненка в качестве жертвы вместо сына Авраама, Он показал свою великую любовь к людям. Его любовь подобна любви заботливого отца к своему сыну. Он также открыл свой замысел спасения человечества через заместительную жертву за всех людей. Много лет назад Бог сказал через пророков, что Он пошлет безгрешного человека как жертву, чтобы умереть вместо потомков Авраама и избавить их от греха и позора. Его жертва откроет путь для тех, кто верит в Него, к жизни в вечном общении с Богом. Пророки называли этого человека Мессией. Они говорили, что Бог пошлет Мессию спасти людей, стать их царем и править ими вовеки во имя Всевышнего Бога. За много столетий до Его прихода пророки точно предсказали, что исполнит Мессия и что с Ним произойдет. Пророки не имели в виду физическое родство. Титул «Сын Божий» указывает на близкие отношения Мессии с Богом и Его роль спасителей царя. Пророк Исаия сказал, «Дева приимет в очреве и родит сына. Это дитя, вечное Слово Божье, было послано родиться в образе человеческом, чтобы явить всемогущего Бога всему миру». Пророки также записали, что Мессия должен родиться в Вифлееме, войти в Иерусалим как царь, а также, что его близкий друг предаст его за 30 серебряных монет. Пророки предсказали, что Мессия принесет свою жизнь в жертву, но Бог воскресит его из мертвых на третий день. Пророки называли Мессию «сыном человеческим» и говорили, что он вернется в Божье присутствие, и Бог даст ему власть над всеми народами во веки веков. Две тысячи лет назад в этот мир пришел человек по имени Иисус. Когда окружающие видели то, что он совершал, они задавались вопросом, не Мессия ли это? Этот фильм рассказывает о том, кто такой Иисус, и о том, что он говорил и делал, как это записано в Писании. В этом фильме человек исполняет роль Иисуса. Хотя ни один актер не достоин этого, все же фильм был снят, чтобы мы могли узнать о жизни Иисуса и, научившись у Него, получить благословение, предназначенное Богом для нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok